СОСТОЯЛСЯ ПРИГОВОР Состоялся приговор отцу Схергию Романову, Схе-Архимандриту, которого нынешние захватчики Русской Православной Церкви извергли с сана. Пока еще, насколько я понимаю, приговор не вступил в законную силу, но уже вполне понятно, что священника осудили за веру Христову, за то, что он якобы призывал, склонял к суициду, что, конечно, не соответствует ни в малейшей степени действительности, а отдать жизнь за веру, за Христа – это для христианина дело естественное, абсолютно. Призывы к тому, чтобы быть христианином, они в том числе содержат и вот этот призыв при необходимости отдать жизнь за веру, пострадать за веру, отдать жизнь за веру, как было со времен первых христиан, которые шли на муки и на смерть за свою веру. Вот за это осудили отца Сергия Романова. Нет сомнений, что сатанинский режим только так и может поступать, что московские патриархаты, чиновники готовы сдать любого мученика за веру в руки мучителей. Так оно и произошло. Это одна сторона, только одна сторона того странного случая, когда ожидалось рождение нового патриарха Гермогена или, скажем так, воплощение Духа Христова в человеке, такое же, как в патриархе Гермогене. И полковник Владимир Васильевич Квачков как раз и возвестил о том, что новый Гермоген появился на Руси. И многим казалось, что так оно и есть. Но этого не произошло. И тот же Владимир Васильевич в одном из своих интервью сказал, что не произошло. И это стало очевидным по причине того, что после ареста изменился отец Сергий Романов. Конечно, он мог принять разного рода муки, и его могли какой-нибудь уколчик ему сделать. Всяко могло быть. Тем не менее, из его уст прозвучали благословения нынешней власти, призывы молиться за нее. Как известно, нельзя молиться за царя Ирода. Это такая литературная фраза. Нет, Борис, нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит. И этот призыв, конечно, перечеркнул практически все. В моих глазах это произошло гораздо раньше, когда мне прислали видео с проповедью отца Сергия Романова в пользу Иосифа Сталина, грузина, большевика, живодера, мучителя русского народа и других народов, которые ему под руку подвернулись, но прежде всего русских людей, несомненного христоборца, несомненного соучастника фальсификации деятельности Московской Патриархии, само рождение Московской Патриархии было по воле Иосифа Сталина. Это подделка, это не каноническое образование, это какая-то инородная опухоль на теле русской православной церкви. Многим казалось, что это не так, но теперь-то это уже вполне ясно, что это именно так. И никак иначе, и сталинизм мог выродиться только в такое преобразование архиерейских верхов, которые стали антихристианскими, подчеркнуто антихристианскими. Теперь мы это хорошо видим. И вот отец Сергий Романов выступал еще, будучи наместником монастыря, представляя не просто в пользу Сталина, а пересказывая все байки, нелепейшие байки, которые только есть, и представляя вот этого лидера большевизма и русофобии в качестве почти что святого. Для меня эта речь прекратила какие-либо сомнения, и, конечно же, я не признавал вот в этом очень авторитарном священнике человека, который действительно сможет мобилизовать народ и своим словом призвать его к покаянию, к деятельному покаянию и сопротивлению антихристианскому режиму, оккупационному режиму, который установлен в псевдогосударстве Российской Федерации. Ну и те, кто был особенно привержен отцу Сергию Романову, как-то попытались увидеть в его последнем слое перед вынесением приговора какую-то проповедь чистого христианства. Я прочитал текст, стенограмму, и не увидел там ничего, вообще ничего. Ну, кроме повторения того, что Самвонов звучит постоянно, кроме объявления о том, что автор этой речи готов пострадать за Христа, в общем-то не было ничего. И призыва к христианам, к православным русским людям не прозвучала, ну, можно сказать, никакого. Гермоген не родился, не появился, не получилось, не в этот раз. Но со стороны вот этой псевдохристианской общественности, так, через букву Ч, вслед за этим приговором последовала передача на телеканале «Спас», где неизвестные мне люди не просто поносили Сергия Романова, а еще и издевались над ним. Вот. И ни в коем случае нельзя считать, что Сергий Романов осужден справедливо, это несправедливо, это, несомненно, страдание за веру, и в этом смысле никакого удовлетворения ни у кого из вменяемых русских людей быть не может. Но вот у этих патриархийных чиновников, патриархатных чиновников, конечно, такое удовлетворение есть. И вот там пришли на эту передачу, такое впечатление, что под какими-то наркотиками известный борец с сектами Дворкин, я уже давным-давно за ним наблюдаю, это человек совершенно сошедший с ума. Вот сошедший с ума, подвинувшийся на борьбе с сектами, у него секты везде. Везде, куда падает его взгляд, везде секты, и везде он обличает, и вот его взгляд уже превратился в взгляд как будто совсем уже помешанного человека. Ну, здесь, естественно, он объявил, что какая-то там секта существовала, хотя ее не было. Была сверхавторитарность, которая популярна у некоторых священников и у некоторых прихожан, которым нужны именно такие духовные руководители, которые повышают голос, которые дают распоряжения, в которых нет, не видно смирения и не видно добродушия. И вот такие, ну, почему-то некоторым очень нужны. Да, действительно, духовное рабство возникает в сектах, и некоторые священники недалеко отходят от поведения каких-нибудь организаторов сект. Это весьма прискорбно, конечно. Мне лично также приходилось встречаться с такими священниками, которые хотели, чтобы ты становился их духовным рабом. Это священники Русской Православной Церкви. И когда ты выражаешь явное нежелание таким рабом быть, ты не собираешься даже быть прихожанином у этого священника, он не просто сильно обижается, он считает, что ты совершил такой проступок, который позволяет ему говорить в твой адрес всякие гадости. Я не знаю, как отец Сергий Романов, были ли с ним такие случаи, но все его внешнее поведение говорит о крайней степени авторитарности. И в этом смысле он дал Дворкину некоторые основания для того, чтобы обвинять его в сектанстве. Хотя, конечно, никакой секты не было. Секта у нас это Московская Патриархия. Раскольники, которые откололись от Церкви Христовой и обнялись с чертями, можно сказать, с мировой и местной россиянской олигархией. Пришли на эту передачу еще два каких-то дуболома, извините за выражение, с вот такими жирными, лоснящимися рожами, прямо с наслаждением и с ухмылками, комментируя все, что происходило вокруг Среднеуральского женского монастыря, где настоятелем был отец Сергий Романов. Ну и ведущие так со смущенными мозгами. Скажу, что эта передача, конечно, вызвала у меня полное отвращение, но некоторая компенсация возникла чуть позже, когда вот все эти бредни, которые включил свою проповедь в пользу Сталина отец Сергий Романов, были осуждены. И эта передача была на спасе буквально на следующий день, по-моему, когда пригласили историков, которые четко, совершенно недвусмысленно разоблачили все эти глупости, которые несутся из не вполне здоровых или не вполне информированных людей, в том, что якобы там Сталин отдал распоряжение, и какую-то икону Богородицы на самолете вокруг Москвы в 41-м году провезли, сделали такой облет. Этого не было, этого не было. Четко надо знать. И меня очень устроило еще выступление одного из священников, которого, правда, запретили на некоторое время в служении, именно за то, что он сказал, что в этом сатанинском храме Министерства обороны надо убрать росписи с красными комиссарами, НКВДшниками и так далее. Это единственное место, где эти профессии живодерские изображены в позитивном свете в росписях храма. Это, конечно, кощунство. Ну и сам храм имени Шойгу и Путина, и гундяя, примкнувшего к ним, конечно, это не храм, это не русский православный храм, это подделка под него, это карикатура, это осквернение и оскорбление православной символики. Вот один из священников выступил против этого, его тут же запретили в служении, но он продолжил свои требования и даже подал иск о том, что есть оскорбление чувств верующих. Нигде НКВДшники, расстрельщики на иконах не изображаются, кроме как служители сатаны. А здесь они в позитивном виде выставлены, как будто они часть нашей русской истории, а это, конечно, антирусская часть истории, и как будто они являются продолжателями дела христиан, или последователями Христа. Конечно, этого нет и в помине. Сейчас начинается вот тот самый разлом, который организован патриархатными в сотрудничестве с НКВДшниками, с чекистами. Этот разлом начинает выходить наружу. Помимо того, что в самой церковной среде есть противоположные мнения по поводу, скажем, Сталина, НКВД, большевизма, это есть и среди христиан, среди тех, кто считает себя христианами. Я-то не считаю христианином того, кто является сталинистом. Нельзя совместить одно с другим. Левачество или либерастия с христианством несовместимы. Хотя сколько угодно мне могут говорить о том, что «а я все-таки христианин». Нет, ты не христианин. Ты не христианин. Если ты большевик, коммунист и последователь, и почитатель Ленина, Сталина и всей прочей нечисти, ты не христианин вообще. Ты подделка. А это еще даже хуже, чем прямой нехрист. А либерал, он всегда прямой противник. Открытый противник христианства. Тоже, правда, бывают такие... Один у меня написал «а я либерал, и тем не менее христианин». Это тогда туда куда-нибудь там. К протестантам вали туда. И там, проповедуя свои взгляды, которые якобы являются христианскими, для меня не в малейшей мере христианин не может быть либералом. Если человек заблудший, он как бы идет от своих заблуждений к истинной вере, тогда можно простить его на заблуждение. А если он упорствует в своих заблуждениях, тогда просто надо отвернуться и больше с ним дела никогда не иметь. Разлом этот начинается. Мы знаем выступления митрополита Лонгина, который от патриархатных в стороне, потому что он на Украине, а туда руки короткие дотянуться. Он выступал против вот этого всего... Всей бесовщины, которая царит во всей Европе, во всех европейских государствах, США, в России, ну и практически во всем мире, но мы в основном слышим и знаем новости вот там Австралия и христианский мир, вот все северное, можно сказать, северное полушарие, северная часть Евразии, Европа и Соединенные Штаты с Канадой. Вот оттуда мы слышим эти новости. Бесовщина действительно охватила все, и проводниками бесовщины являются не только очумевшие совершенно правители, но зачастую и церковные деятели. Поэтому разлом идет здесь. Разлом идет здесь, вы либо там, либо там. Вот митрополит Лонгин, он ясно и очевидно встал на сторону христиан. И недавно убитый, отравленный кипрский священник, который активно тоже выступал против этой бесовщины. Он был отравлен и скончался. Это произошло недавно. И он перед смертью успел сказать, что, кажется, меня отравили, потому что что-то происходит. Никаких признаков болезни у него не было. И вот за то, что он активно выступал против бесовщины, он получил свое. Ведь и отца Сергия Романова осудили не за то, что он выступал как сталинист, а за то, что он выступал как христианин. За это его осудили. И за то, что он выступил, жалко, что не анафематствовал, как это сделал ныне покойный епископ Диамид. Это тоже было убийство, потому что с места автомобильной катастрофы исчезли видеорегистраторы. И те, кто близок к этой ситуации, в курсе дела, они прекрасно понимают, что это была смерть как бы так вот заранее, с целью заранее зачистить территорию. Потому что, ну, рано или поздно епископ Диамид тоже этими проходимцами извергнутый, якобы извергнутый из сана. Это незаконное было действие. Их самих надо из сана извергнуть, и вообще из церкви изгнать. Всю эту сатанинскую компашку, обнимающуюся с олигархами и с еретиками. У нас тут еще слухи о том, что проходят, что якобы Папа Римский сюда приедет к своему брату Гундяю. Разлом уже произошел, раскол уже произошел. Он просто сейчас актуализируется. Вы с Христом или с патриархатными чиновниками? И этот вопрос каждый для себя будет решать сам. Остановить бесовщину мы пока не в силах, но отторгнуть ее от себя и сопротивляться ей как коллективно, так и индивидуально, конечно, должен каждый христианин, каждый православный русский человек. С тем и спасемся. Слава Руси! Господи, спаси! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин